Всем привет! С вами Шадрин и сегодня говорим о художественных трендах 2024 года. Но прежде посмотрите в правый верхний угол. Там вы видите QR-код. Это ссылка на мой телеграм-канал по искусству. Канал для интеллектуалов. Подписывайтесь, там масса интересного. Ну а кто смотрит на ютубе, ставьте лайки, пишите комменты. Это позволяет продвигать данное видео и знакомить с ним наибольшее количество людей. Тренды художественные 2024 года родились, конечно, не в 2024 году, а в 2022-2023, но набрали силу, развелись и, что называется, в ходу уже в 2024. Вот о них и будем говорить. Всех их можно объединить одним общим названием. Художник-демиург. То есть художник-строитель миров и народов. О как! Ну вот, собственно говоря, с этого строительства. Опс! И начнем! 3D-печать и искусственный интеллект. Первая глава нашего сегодняшнего стрима. И, пожалуй, рассказ я начну свой вот с этого парнишки. Вот с этого молодого человека, имя которому Саймон Фудзивара. Британо-японский художник, который работает в очень интересной сфере. Он, собственно говоря, и создает миры и народы. Ну, по большей части миры. Месяц тому назад я очутился на его персональной выставке в Хельсинки, в музее Киасма, знаменитый музей, о котором я вам уже рассказывал, и не один раз. Но на сей раз я познакомился там с творчеством Саймона Фудзивары или Фудживары. Говорите, как хотите. Давайте буквально два слова о нем самом. Прочтем музейную табличку, что там рассказано. Что значит быть собой в 21 веке? Это вопрос, лежащий в основе творчества британо-японского художника Саймона Фудзивары. Его работы — это размышления о том, как конструируется «я», как технология меняет нашу идентичность, существует ли такое понятие, как подлинное «я». Источники вдохновения Фудзивары — это мировая история, история искусств, реклама и дизайн. Его творчество, как художника, варьируется от перформанса до видео и от живописи до создания целых тематических миров. Его работы основаны на исследованиях в сфере архитектуры и часто представлены как пространственные построения, в которых этические и моральные вопросы могут сосуществовать с фантастическим и абсурдным. Ну, в общем-то, да. Но не только с фантастическим. Вот, например, такая работа, которую не назовешь инсталляцией, потому что для инсталляции она мелковата. В том числе не назовешь ее даже просто ассамбляжем, потому что это больше, чем ассамбляж. Это такая некая конструкция. Ну, собственно, назовите как хотите. Музей. Музей. И нетрудно догадаться, что эта композиция выполнена в том числе с помощью 3D-принтера. Да, художник не гнушается печати на 3D-принтере. И, собственно говоря, я не вижу в этом абсолютно никакой проблемы. А почему, если существует инструмент, нам с вами не использовать этот инструмент? Ну, признаюсь, меня не покидало ощущение, что при всем уважении и расположении к художнику он просто поленился раскрасить фигурки. Но я вам уже неоднократно говорил, что раскрашивание скульптур, в том числе и микроскульптур, это всегда 20-летний период в истории скульптуры данного века. Как правило, в начале века. А оставшиеся 80 лет художники этим не занимаются. Почему? Потому что понимают, что пластика скульптурная самодостаточна. Но в данном случае уж больно эти фигурки мелки. С другой стороны, вот я так мысленно их раскрашиваю и понимаю, что, а может быть, он и прав. А может быть, это и было бы лишним. Итак, композиция, которая называется музей. Я бы вот этот жанр назвал бы даже не ассамбляжем, я бы, пожалуй, назвал это макетной композицией. Еще из серии «Этот маленький мир». Вообще, эта серия называется у Фудзивары «Этот маленький мир». Вот это пристрастие к мирам, оно очень характерно для 2024 года. Но еще раз подчеркну, что начался тренд раньше. Вошел в силу в 2024. То есть мы, конечно, говорим о тех трендах, которые вошли в силу в 2024. Не стоит ломать голову над тем, почему это мемориал. Ну, вот так захотел художник это назвать. Ну, вот так он это и назвал. Тут уж думайте сами. У меня такое ощущение очень часто возникает, что синдром Мунка преследует их всех. В чем он заключается? В том, что Мунк не в состоянии был придумать название для своих работ. Придумывали друзья. Вот тут, похоже, та же самая история. Но подойдем поближе. Посмотрим. Да, действительно, это такие микромиры, сделанные с помощью фантазии автора, с помощью 3D-принтера и с помощью искусственного интеллекта. Ну, что вы поморщились, дорогие друзья? Да, искусственный интеллект. А что в нем эдакого? Наоборот, это замечательная штука, которой пользуются сегодня очень активно. Искусственный интеллект позволяет делать две вещи в художественном творчестве. Первое. Он отвечает за техническое воплощение замысла, экономя при этом время художника и нервы художника для генерации художественных идей. Но вместе с тем он же предлагает и сами художественные идеи. И тут я вижу, что вы уж совсем стали раскисать по этому поводу. Ну, как же так? Ну, только не пытайся нас, господин учитель, убедить в том, что когда-нибудь искусственный интеллект заменит творца, заменит креатора, заменит самого художника. Нет, конечно, никогда он его не заменит. Но чем он интересен в смысле генерации художественных идей? Почему художники используют его не только для технической реализации замысла? А потому что, сами того не подозревая, они пользуются в данном случае третьим законом Ньютона, который гласит действие равно противодействию. А каков первый же вывод из третьего закона Ньютона? Опереться можно только на то, что оказывает сопротивление. Искусственный интеллект сопротивляется нам в своих художественных идеях тем, что, внимание, эти идеи всегда максимально банальны, предельно заурядны. И вот это как раз та самая опора, от которой и можно оттолкнуться. Та самая опора банальностью, которая оказывает сопротивление. Очень часто художник не знает, с чего начать. Вместе с тем, если уж он начал, то дальше срабатывает закон, который действует во все века. С наскальных рисунков, начиная, и это я вам гарантирую, за всю историю человечества, за всю историю изобразительного искусства. Не было создано ни одного произведения в соответствии с замыслом. Ни одного. И не будет создано. Как только художник начинает работу, так тут же образуется, если угодно, луп, если угодно, петля. Произведение начинает отвечать художнику. И он меняет подход. Он вносит такие изменения, что подчас конечное произведение с исходным замыслом не имеет, ну, вообще ничего общего. Примеры бесконечные я приводить вам не буду. Вы сами очень хорошо об этом знаете. Ну, так пользуйтесь этим свойством искусственного интеллекта. Его туповатостью в этом отношении, его заурядностью, шаблонностью его электронного мышления. От этого всегда можно оттолкнуться. Этим, между прочим, стали пользоваться очень активно мои ученики. И я это всячески поощряю. Поначалу они так это мнутся, говорят, а вот можно, ну, вот, вы знаете, ням-ням, ну, вот я признаюсь, я использовала чат GPT. Да на здоровье это всячески приветствуется. Во-первых, потому что никуда от этого не денешься. Знаете, как, если ты хочешь что-то угробить, надо организовать и возглавить. Вот я, так сказать, и взялся за эту задачу. Пожалуйста, это всячески поощряется. Почему? Потому что вы все равно будете этим пользоваться в своей художественной практике, чем бы вы не занимались. Вы все равно будете давать чату GPT или какому-нибудь другому, другой платформе задание. И это задание будет выполнять те самые две задачи, о которых я уже сказал. Во-первых, он предложит вам техническое решение вашего замысла. А во-вторых, обаналит его до нельзя. И это будет та самая отправная точка, от которой вы и будете выплясывать свой конечный результат. Вот это, если угодно, мое вангование в отношении трендов 25-го, 26-го и прочих годов. И этому мы уже начинаем активно учиться. На своих курсах я просто ставлю наивысшие оценки за применение искусственного интеллекта, даже если результат не очень удачный. Кстати говоря, сейчас еще действуют скидки на все курсы в школе профайл, в том числе и на курс по современному искусству концепции практика, который стартует послезавтра. Присоединяйтесь, потому что скидка 50%. Но заодно и на все другие курсы, и на историю искусства в творческой практике, и на мой любимый курс национальное искусство формула личного стиля. Приходите, я буду очень рад вас видеть, и мы вместе с вами будем напрягать искусственный интеллект на решение наших художественных задач. Ну и учтите еще то обстоятельство, что действует два беспроцентных платежа. Это очень удобно и хорошо. Ну что ж, движемся дальше. Еще одна работа Саймона Фудживары, которая называется «Трущобы». Точно так же выполнена с помощью 3D-принтера и при услугах искусственного интеллекта. И не вызывает никакого сомнения, что искусственный интеллект предложил что-то совершенно другое. Но у художника заработала мысль. Вообще хочу сказать, что разглядывать эти макетные композиции было необычайно интересно. Потому что действительно у тебя возникает ощущение того, что ты погружаешься в какой-то совершенно иной, созданный человеком мир. Это очень интересно. Этот мир, мир художественный, мир художественного образа, в котором живут свои персонажи, и ты фактически впадаешь в детство. В тебе начинают работать вот те самые психологические механизмы, которые работают у детей. А это, как минимум, обладает высочайшим психотерапевтическим эффектом и позволяет нам с вами пережить те трудные времена, в которых мы все сегодня плаваем. Ну и вот еще один пример, еще один ракурс этих самых трущоб. А вот такая работа, присмотритесь к ней внимательно, не вдруг поймешь, что она из себя представляет, парусник, который стоит на каком-то осьминоге, на таком осьминоговидном столе. Что это такое? Это уж совсем необычная вещь, но вместе с тем вполне типичная для 2024 года. Это такой, если угодно, перманентный камин-аут для художника, но не в смысле его сексуальной принадлежности, его сексуальной конституции, а в смысле иллюстрации своих собственных проблем и их художественной рефлексии. Сейчас поймете, о чем идет речь. Художники раньше этого несколько стеснялись, а уж в прошлые века так это вообще было не принято. Ну, например, возьмите «Ночной дозор» Рембрандта. Что происходило с Рембрандтом в то время, когда он работал эту картину? Ужас происходил. От чахотки загибалась его возлюбленная супруга Саския. Он оставался один с сыном Титусом. И непонятно, что было делать. А нужно было платить по кредиту дом, в котором они жили, на Синт-Антонис-Бреэстрад, дом 6. Он и по сей день там есть, там музей. Он был куплен в кредит. Ну, в итоге мы знаем с вами, что художник не справился с долговой нагрузкой. Но при этом, вот на фоне всего этого кошмара, а такого рода выплаты это действительно кошмар, потому что это как белка в колесе. Это бег по бревнам. Ты должен непрерывно зарабатывать, 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 зарабатывать. И не дай бог, что-то сорвется. Это как-то нашло отражение в «Ночном дозоре»? Нет. Нет. Это невозможно там увидеть. Там близко этого не лежало. Искусство всех прошлых столетий, всех, характеризуется тем, что душевное состояние художника, его настроение, его закидоны, его запои и прочее, практически никогда не находит отражения в его работах. И живопись, и скульптура, и все остальное независимы от этого. Вы удивлены? Вы скажете, а как же Ван Гог? А у Ван Гога все совсем не так, как может показаться на первый взгляд. Он душу наизнанку не выворачивал. Он пользовался самим собой для того, чтобы отрефлексировать то или иное состояние человека. Художественно отрефлексировать то или иное состояние человека. Но давайте мы с вами познакомимся с тем странноватым экспонатом, который видим сейчас на своих экранах. А экспонат этот называется «Сифилис. Преодоление». Я недаром вспомнил Ван Гога, ниже вы поймете, почему. Работы в этой комнате, пишет музейная табличка, рефлексируют опыт Фудзивары, связанный с заражением и выздоровлением от сифилиса. Но сифилис сейчас, слава богу, лечится. Представляя его как некое приключение. Художник берет то, что исторически считалось постыдным, и превращает его в зрелище сопротивления. Почему у меня сифилис? История – это карта, которая отражает историю сифилиса, основанную на гипотезе о том, что именно Христофор Колумб и его команда завезли эту болезнь в Европу в 15 веке. Другие работы заимствованы из истории образов вокруг сифилиса. Значит, мы сейчас посмотрим и эту основную работу, и те работы, что вокруг. Они совершенно уморительные, они совершенно необычные, и их стоит посмотреть. Понимать при этом нужно, что они сделаны по той же самой технологии. Это 3D-печать, и это работа искусственного интеллекта. Производит впечатление, кстати говоря, очень хорошее освещение в этот раз в музее. О! А вот эта четверка называется «Братцы сифилитики». Ну, или «Друзья сифилитики». Камрады. Так звучит музейная подпись. Сейчас поймете, потому что мы подойдем поближе к ним. О! Вот этот сифилитик не кто-нибудь, а «Гойя». Друзья сифилитики, братцы сифилитики или товарищи сифилитики. «Гойя». «Гойя». Идем дальше. Это вид сбоку. «Нагоию». А это кто? А совершенно верно. А это... Ван Гог. А, нет. Вру-вру-вру. Это не Ван Гог. Это Тулус Латрек. Это Тулус Латрек. Эта работа называется «Товарищи сифилитики» Латрек. Вот он. Латрек. А следующий сифилитик – это уже будет Ван Гог. Ну и пистолет, как вы видите здесь, как бы к месту. Смешанная техника. Использовалось просто все, что было под рукой. Плексиглаз, 3D-печать и работа искусственного интеллекта. И я могу себе представить, какую банальность предложил искусственный интеллект. Но Фудзивара от этой банальности оттолкнулся. Что, в общем, абсолютно правильно. И, на мой взгляд, в художественном отношении более чем прогрессивно. Вот он, Ван Гог. Ну и, наконец, догадайтесь сами, а этот сифилитик кто? А этот сифилитик – Поль Гоген. Поль Гоген. И почему-то, когда я смотрел на четверку этих скелетов, у меня в голове крутилась песня Владимира Семеновича Высоцкого «На дистанции четверка первачей». Ну вот так эта четверка первачей и выглядит. Ну что ж, это был первый основной тренд. Это была первая глава нашей сегодняшней встречи. 3D-печать и работа искусственного интеллекта. Движемся дальше. Следующая глава – антипространство. Необычайно популярная нынче тема. В общем виде суть этого тренда сводится к тому, что если веками считалось, что плоскость картины превратить в иллюзию пространства – это вообще, так сказать, высшее достижение живописца, это как бы основная цель живописи, об этом наивно пишет Борис Робертович Виппер, то сегодня происходит обратный процесс. Идет обратный процесс. Сегодня возникает, если угодно, художественная инверсия. Вы уже знаете, я неоднократно рассказывал, но еще раз напомню вам, что в городе Героя Тель-Авив существует отель «Империал», в котором никто никогда не живет. В этом отеле постоянно проходят художественные выставки. То есть на этом, собственно, он себе и делает какую-то небольшую кассу. Вот этот отель в данном случае украшен такой надувной куклой. О надувных скульптурах, о надувных куклах, или коротко об эйр-пластике, мы с вами сегодня все непременнейше поговорим, но чуть позже. Что происходит в этом самом отеле «Империал»? Художники в разных комнатах отеля, три этажа комнат, создают пространство и антипространство. Подчас раскрашивая физически существующие трехмерные комнаты так, чтобы они казались плоскими. Ну, об этом я скажу вам чуть-чуть ниже. Но в целом, в общем виде, конструирование миров, то есть художник Демиург, в этом жанре получил, ну, может быть, даже наиболее полное выражение. Даже, может быть, еще более полное, чем макетные ассамбляжи Саймона Фудзивары и его коллег. Ну, если угодно, смысловых коллег. Что это за работа? Давайте мы с вами ответим на этот вопрос. Как она называется? Называется она, значит, автор ее Хай Дорани, работа без названия, комната номер 206. Вот что гласит музейная подпись. Эта комната как точка зрения на создание равноправного утопического мира, основанного на концепции американской мечты. Мечту эту обычно определяют сугубо материально. Дом, большая машина, двое детей, собака и хорошая работа. Впервые демонстрируют ценность равенства, как ценность высшую, преодолевающую социальные и религиозные рамки. Вдохновением в создании инсталляции послужили иллюстрированные рекламные плакаты и старые фотографии, в основном 50-х годов 20-го века, на которых счастливые молодые пары, взявшись за руки, стоят на фоне дома и радостно прозревают свое светлое будущее. Комната на миг возвращает нас в счастливое прошлое послевоенной Америки, позволяя понять и почувствовать, что же такое истинное равенство, как если бы оно существовало всегда. «Через эту концепцию я выражаю свою самую большую мечту», пишет Хай Дарани. «Признание Израилем прайд-семьи и прайд-жилища, и с горячей надеждой, что дизайн этой комнаты определит наше будущее». Что это все означает? Что в данном случае прайд-акцент это не что иное, как инструмент демонстрации художникам того, что он принимает все формы бытия. И вот это приятие всех форм жизни и представляет собой большую художественную ценность. Мы об этом с вами неоднократно уже говорили на стримах. О, еще одна комната, и тоже выполненная по той же логике и по той же схеме. Это комната 403, и сама работа называется «Диоз». Целью опыта комнаты «Диоз» является перенос посетителей в захватывающий, воображаемый и странный мир, сочетающий яркую энергию граффити с игривой и гротескной природой оживающих кукольных персонажей. Представление продвигает самовыражение, пространственную свободу и психоделическое единство, приглашая посетителей исследовать и стать свидетелями утопических идеалов, когда глаза персонажей вылезают из орбит и стараются взглянуть на окружающее под необычным углом. О. «Диоз» предлагает зрителю принять творчество и силу искусства в своей жизни и не забывать, что все в глазах смотрящего. Слов много. И соответствуют ли эти слова реальному образу художественному, в общем, ответить трудно. Но это не имеет никакого значения. Если вдруг в музейной практике вы сталкиваетесь с тем, что табличка совершенно не соответствует экспонату, абсолютно диссонирует с художественным образом, который на вас воздействует, так плюньте и забудьте. Этим текстом, по большому счету, грош цена. Их смысл состоит лишь в том, чтобы удовлетворить наш с вами любопытство. Не более того. Следующая комната, и необычайно интересная. Комната 411. И согласитесь, ну, практически невозможно поверить в то, что эта комната, это просто плоская картина. Что ты нам морочишь голову, господин учитель, это же нереальное пространство. Дорогие друзья, это абсолютно реальная, настоящая комната, в которую можно войти. И в которую я вошел. И сфотографировал. Специально для занятий. Почему? Потому что поверить в то, что это именно трехмерное, настоящее физическое пространство, практически невозможно. Оно выглядит абсолютно плоским. Теряешься. Это оптическая иллюзия. В каком-то смысле слова «да» — это аттракцион. Представляет ли такой аттракцион собою художественную ценность? Вот в данном случае я умолчу о своей точке зрения на сей счет. А может быть, даже и не буду умолчивать. Я считаю, что особой художественной ценности оно не представляет. Но вместе с тем мы вспоминаем формулировку Пабло Пикассо. Цель искусства — воздействовать на чувства зрителя. Воздействует на чувства зрителя хотя бы своим развлекательным компонентом. Хотя бы той зрительной иллюзией, которая у нас с вами возникает. Это фактически пространственный удар по нашему восприятию. Да, воздействует. Но раз воздействует, то по Пикассо это имеет художественную ценность. Ну, давайте тогда и оставим это на совести Пикассо. А я при этом покажу вам еще один экспонат. И этот экспонат необычайно интересен. Еще одна такая комната. И автор этой комнаты не кто-нибудь, а Анна Коган, израильская художница, которая, собственно говоря, является матерью-основательницей и вдохновительницей концепции отеля «Империал». Там каждый год меняются выставки, и каждый год художники раскрашивают эти комнаты, работая с ними по своему усмотрению и очень часто превращая пространство в картинную плоскость. Вот и она превратила некую комнату в картинную плоскость. Действительно создается ощущение, что это совершенно плоское пространство в духе Ван Гога. В духе, помните, той самой желтой комнаты Ван Гога. Это помещение называется Мамад. А Мамад в переводе с иврита это бомбоубежище. Это бомбоубежище в галерее под названием Бо-Хаус. Вообще в Израиле очень много маленьких галерей частных, которые очень часто находятся просто, простите за тавтологию, в частных домах. Это вилла, довольно богатая, в довольно сильно запрятанном месте, за железным забором. Но, тем не менее, хозяева этой виллы, русскоговорящие израильтяне, приглашают всех желающих. Туда можно приехать и посмотреть. Я там был на выставке Шмойля Шелеста, но заодно нам показали и этот Мамад. Действительно, производит впечатление. Ну, примерно такое же, как то, которое мы с вами только что видели. И я все-таки туда вошел и вот на эту лестницу взобрался и попросил себя сфотографировать. Специально для того, чтобы показать на этом стриме, потому что поездка моя была туда в прошлую субботу. Вот видите, это реальное пространство, которое таковым не казалось вот до того момента, как я не показал вам эту фотографию. Значит, это еще один тренд, который набрал, ну, пожалуй, что полную силу в 2024 году. Этот тренд называется антипространство. Следующее, что набирает, стремительно набирает популярность и в Европе, и в Америке, и в Израиле, и бог знает где, это так называемая ээропластика. Ну, звучит, согласитесь, красивенько, да? Ээропластика. Ээропластика – это надувные скульптуры, ну, или, если угодно, надувные куклы. Называйте, как хотите. И здесь, конечно, на всю катушку используются современные технологии, в том числе, конечно, и услуги искусственного интеллекта. Сравнительно недавно прошла выставка в торговом центре Сорона в Тель-Авиве, которая целиком состояла из надувных скульптур. Давайте пробежимся по музейным подписям. Работа называется «Мечтайте, мечтайте». Художник по фамилии Гринберг, имя не указано. Работы Гринберга прославляют вечное чудо внутреннего ребенка каждого из нас. «Знаменитая осенняя фигура Гринберга размышляет о глубоких пересечениях искусства, сознания и исцеления. Открытая голова фигуры открывает врата в сюрреалистический мир, символизируя преобразующую сущность сюрреализма и психоделии». О как! Давайте посмотрим эту надувную фигуру в разных ракурсах. Вот так вот она выглядит. Вот. Детишки пытаются забираться, их так вежливо гоняют. Как это делается? Вообще, что такое эйропластика? Это новое веяние, это новый тренд в изобразительном искусстве. Художник, сам художник, делает лишь эскиз. А затем искусственный интеллект делает выкройку по этому эскизу и отдает ее компании, производителю надувных лодок. После чего получается вот такая кукла, как мы с вами только что видели. Дальше она надувается с помощью специального механического компрессора. И вот терраса, пожалуйста, она демонстрируется в торговом центре. То есть торговый центр был превращен в выставочное помещение. Кстати, и это тоже сегодняшний тренд. Это очень популярно в западном мире. Торговые площадки превращать в выставки. И аэропорты превращать в выставки. Я с этим сталкивался уже дважды. Следующий экспонат, который нам с вами будет любопытен, он называется, сейчас вам скажу, всего не упомнишь, «Музыка преисподней». Музыка преисподней 2024 года. И вот что пишет музейная, да, в данном случае, галерейная подпись. В таинственном царстве грез, где стираются границы между реальностью и фантазией, появляются два дьявольских музыканта. Их мелодии, ноты и сюрреалистические симфонии резонируют с подсознанием. Ну, я бы сказал, с бессознательным. Так меня учили в свое время в институте. Когда сон разворачивается, их музыка приобретает иное качество, одновременно смешное и зловещее, пленяя сновидца ночным танцем теней и эхо. Мелодии, сплав волшебных мелодий и дьявольских аккордов, создают опьяняющую атмосферу, переносящую мечтателя в царство, где границы морали и страсти становятся словами. В этом состоянии сна сатанинские музыканты становятся проводниками скрытых желаний и страхов, похороненных в душе сновидца, организуя ночное шоу, стирающее грань между небесным и реальным. Вы помните, что в свое время Андрей Арсеньевич Тарковский говаривал, что кино это сон, но в данном случае это не кино, но сон. И сон этот является художественной ценностью. По крайней мере, на это претендует художник. Давайте посмотрим его эскиз. то есть, собственно говоря, все свелось вот к этому. А все остальное работа искусственного интеллекта. Why not? Why not? О! Еще одна фигура любопытная. Как она называется, я, разумеется, не вспомню, поэтому залезу в свою шпаргалку. Называется она Сара. Сара. А вот эта Сара была спроектирована вот таким вот образом. Все остальное уже вопрос технологии. То есть, вот вам ярчайшая иллюстрация того, что искусственный интеллект это инструмент технической реализации замысла в любом техническом исполнении, которое может прийти нам на ум. И этим следует пользоваться. И этим следует пользоваться. Следующая композиция, которая произвела на меня, пожалуй, что самое сильное впечатление на этой выставке. Название у нее какое-то совершенно какое-то заковыристое. Сейчас вам скажу, какое. Люкси. А художник под псевдонимом Пельпелет. Так очень смахивает на израильскую фамилию, на еврейскую фамилию, но Пелет это распространенная вообще фамилия. В данном случае Пильпелет, а как имя не указано на табличке. Работа называется Люкси. Вот, пожалуй, что из всего того, что на этой выставке представлено было, это самая эротичная композиция. Но действительно, вокруг нее больше всего крутится народу. И не скрою, что и я вокруг нее завис довольно надолго. Ну, а как выглядел эскиз к этой работе? А, нет, эскиза я почему-то по дурости не сфотографировал. Ну, и наплевать. Следующая работа вот такая, тоже надувная скульптура, тоже эйр-пластика, называется Новорожденный. Новорожденный. Ну, да, ну, да. Вот эти ритмы, эти чередования черного и белого, они действительно пробуждают в нас ощущение движения в будущее. Не движение в пространстве, а движение в будущее. Собственно говоря, основная характеристика Новорожденного это не что иное, как движение в будущее. Ну, а вот так выглядел эскиз этой работы. Это очень интересно, То, что было представлено на этой выставке в Сороне. Ну, и вот вам еще примеры до кучи. Примеры эйр-пластики, а называется эта работа, это будет последняя работа в этой главе. Называется она Я надеюсь, что твои цветы расцветут. А автор тот же самый. По фамилии или под псевдонимом Пильпелет, тут уж, что называется Звоняйте, братцы, но я вам не отвечу, как его имя. И вот так выглядел эскиз. Вот эскиз этой работы. Ну, что ж, движемся дальше. Следующая глава, и это уже не имеет отношения непосредственного к строительству миров это пресловутый гиперреализм. Я надеялся, дорогие друзья, что он сдуется, потому что обороты он набирал даже не в 22-м и в 23-м, а обороты он набирал, наверное, года с 2010-го. То есть, это такой долгоиграющий, такой пролонгированный тренд, но к 24-му году он обрел какую-то ну совершенно невероятную популярность и в Европе, и в Америке, и в Израиле. Поэтому не сказать вам об этом я не могу. Но я, пожалуй, возьму на себя смелость не называть этот тренд художественного. Да. Сейчас поймете, почему. Давайте перевернем страницу заставки. Вот такая работа. Ну, во-первых, сходу ясно, что художник это прежде всего фотограф. Почему? Потому что даже несмотря на такой веласкесовский фон, такой веласковско-гоиевский фон, серебристо-зеленоватый такой испанского барокко фон, тем не менее и поза мальчика, и одежда мальчика, и поворот его головы, а самое главное выражение его лица, не 17-го века уж всяко. Это, безусловно, наш современник, и возникает полное ощущение, что это фотография. Нет, это не фотография. Это живопись в прямом смысле этого слова. Живопись, скорее всего, по фотографии, но в данном случае это не имеет решительно никакого значения. Как вы думаете, ради чего написана эта работа? Ради бабла. Да, согласен, ее стоимость 25 тысяч шекелей, но разделите на 4, получите сумму в еврах. Заявленная стоимость, то есть галерейная цена, что там получится, это уж меня мало интересовало, как вы понимаете. Так вот, главным элементом этой работы является, вы будете сильно удивлены, вот эта серега в ухе мальчика. Вот серега имеет максимальное, говоря техническим языком, пространственное разрешение. Какую иллюзию создает у нас автор этой работы? А автор этой работы, сейчас вам скажу, значит, и автора и как называется работа. Автор Давид Непо, по всей видимости, это израильский художник, по всей видимости, это французский еврей, это город Нитания, где, в общем, французская диаспора проживает. Там на всех улицах французская речь, правда, довольно, пардон, похабная, но вместе с тем французская. Так вот, Давид Непо, работа называется Апсалом, сын Давида. Апсалом, сын Давида. Так вот, в самом названии уже имеется некоторое лукавство. Почему? А потому, что это не сын Давида. Сын Давида в данном случае только повод. А мальчик с изумрудной сережкой, ну, вот так можно было бы назвать эту работу. Смысл в том, чтобы создать у зрителя иллюзию использования дорогущей цейсовской оптики на полной дырке. Вопрос. Так это, знаете ли, по-простому. А нафига? Вот даже не нафига. Нафига это было нужно. Ответ. Чтобы шокировать зрителя своим мастерством и внушить ему, что это произведение искусства. Причем, не просто произведение искусства, а произведение высокого искусства. С другой стороны, хотя, что такое высокое искусство, я понятия не имею, вот, но специально употребил это словосочетание, чтобы, так сказать, посильней бабахнуть вам по башке. Вот, в смысловом отношении вызвать такую смысловую галлюцинацию. Задача в том, чтобы продемонстрировать свое мастерство, чтобы все сказали это чертово вау. Но смысла больше в этом нету абсолютно никакого. И обратите внимание, сколь сильно и, на мой взгляд, деструктивно влияние фотографии. Потому что, извините, живописный закос под портрет объектив полагается ценностью. Что называется, дожили. Ну вот, и тем не менее, это тренд. Тем не менее, это есть, и тем не менее, это продается. Что удивительно, но что очень характерно для 2024 года. Меня это не радует, но не потому, что, так сказать, старпер Шадрин брюзжит по поводу новых трендов. Нет. Вы знаете, мое, так сказать, простосердечное и чистосердечное отношение ко всему новому. Вы уже поняли, что я горячо приветствую применение искусственного интеллекта. Но в данном случае художник открыто подмахивает публики. Он не может ответить на вопрос, а зачем создана эта работа? Потому что это не портрет сына в буквальном смысле слова. Это портрет изумрудной сережки. А сын использован просто как инструмент демонстрации мастерства. И это мастерство на высшем уровне. Но это раздражает меня, по крайней мере. Я не хочу при этом навязывать вам свою точку зрения. Я ее просто высказал, а уж выводы, пожалуйста, вы делайте сами. Ну, хорошо. Следующая работа того же самого автора, просто вам для демонстрации. Это тоже Давид Неппо. Называется «Непристойная обнаженка. Тотемный ствол». Ну, вы знаете, хозяин-барин. То есть художник может называть свои работы как хочет. Ну, и дальше я должен вас на словах убеждать в том, что это не фотография. Это не фотография, это живопись. Безусловно, сделанная по фотографии. Подойдем поближе, увидим вот такое. Сколько он корпел над этим стволом, ему одному известно, но я думаю, что в разы дольше, чем все остальные живописцы. Я думаю, что он выделывал эту работу примерно столько же, сколько выделывали свои работы пуантилисты. То есть все эти синьяки, сера и компания. Да, он добился гиперреалистического эффекта. Но, положа руку на сердце, согласитесь, хороший фотограф, вот если говорить именно о художественном образе. Такой образ создаст, может быть, не с первого тыка, но сделает и свою фотографию продаст не за 25 тысяч шекелей, что, в общем-то, больше, чем это 6,5 тысяч долларов, 6,5 тысяч евро, вот, а гораздо дешевле, но при этом это будет честно. А в данном случае все та же история продемонстрировать публике свое высочайшее мастерство, вызвать вау-эффект и этот вау-эффект продать. Но в художественном отношении что-то как-то, на мой взгляд, весьма и весьма сомнительно. Ну, что ж, следующая глава нашего сегодняшнего повествования это глава сейчас я посмотрю, да, это глава последняя, рефлексия древности. Что это такое? Ну, более удачного названия я не придумал. Полагаю, что оно оптимальное для того, о чем я вам намерен рассказать. Рефлексия древности это вот такие вот штуки. Вы скажете, ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ну, это мы все сто раз видели. Что мы Давида в плавках не видели? Да видели, конечно. Конечно, видели. Но здесь все чуть-чуть глубже почему эта штука обрела такую популярность дело в том что древность она заставляет человека задуматься о том ее наследство не сама древность а наследство древности заставляет человека задуматься о том что суть человеческая на протяжении веков не меняется и что вполне можно напялить на диану современный пардон прикид и это будет такой же человек и он будет также выглядеть и восприниматься нами примерно также автор этой работы француз французский художник лео кайяр вот что написано в галерейной табличке лео кайяр франция буквально играет нашими отношениями со временем смешивая разные периоды и анахронизмы он побуждает задуматься о настоящем в связке с прошлым вдохновленной современностью художник осмыслить будущее в десятых годах лео начал создавать свои первые работы а серия hipsters in stone хипстеры в камне принесла ему мировую славу уже в 2012 году вот эту серию hipsters in stone он развивает по сей день и его фигуры становятся все интереснее и интересней лео кайяр хипстер в камне диана так называется эта работа а теперь давайте посмотрим еще вот такую работу это тоже из серии хипстеры в камне эта работа называется геркулес это не сильно удивляет как я уже вам сказал выше давида в плавках мы все сто раз видели но при этом если действительно речь идет о серии а речь идет о серии то имейте в виду дорогие друзья что серийность и в искусстве в том числе она обладает самостоятельной сущностью она воспринимается как если угодно художественный гештальт то есть нечто большее чем просто совокупность объектов чем просто совокупность экспонатов произведений в серии всегда витает некая новая не очень ведомая но при этом воспринимаемая духовная сущность и смыслы которые в результате объединения предметов объединения произведений в серию возникают но здесь вы можете с легкостью вспомнить что совершенно верно такой ярчайший пример серии это парк фигур густава вегелана во фрагнер парке в осло и то впечатление которое мы выносим оттуда из фрагнер парка она же совершенно ошеломляюще и вот ошеломительность этого впечатления во многом продиктована как раз тем что фигуры тематически объединены в серию но это и требует соответствующих вложений причем подчас огромных вложений однако это весьма и весьма интересно и это тоже тренд 24 года который разумеется запустился далеко не в двадцать четвертом но в двадцать четвертом на мой взгляд достиг своего эпофигия так скажем если угодно следующая работа мы возвращаемся в данном случае в отель империал вот в эту его серийную выставку wonderland до страна чудес эта работа очень интересная очень интересная и называется она мир внутри ковчега а автор роней мазор израильский художник я позволю себе зачитать вам подпись музейную потому что это действительно интересно итак комната 312 роней мазор мир внутри ковчега одним из вечных и труднейших вопросов возникающих при изучении утопий является связь между существующим миром и миром утопическим и сие навсегда останется проблемой для тех чьи ноги укоренены в реальности но чей дух устремлен к воображаемым мирам пишет роней мазор визуальные решения затрагивающие вопрос связи между мирами пользовали такие образы как плавучие острова гигантские купола и навесы закрывающие воображаемый мир и позволяя тем ему существовать не сталкиваясь с миром реальным миф о потопе и ноевом ковчеге особый случай в утопическом пейзаже поскольку фокусируется в точке соединения миров он описывает события перехода между ними чудесный деревянный ящик как высочайшая технология чуда представляет собой своего рода портал позволяющий отключиться от мира обреченного и перейти в мир утопический эпические природные явления и огромные масштабы жизни проходят точку конверсии значит не я всю эту ахинею придумал я вам зачитываю текст авторский счет останавливается и начинается снова работа относится к самому моменту трансформации к инженерной и мифологической загадки восприятия которая стимулировала мое воображение с детства как втиснуть целый мир в коробочку все существующее все живое на земле континент и климат сжимается и конденсируется или как было сказано в бесконечной истории весь мир оказывается внутри песчинки собственно говоря это есть не что иное как очень очень серьезная телега очень серьезная претензия на что совершенно верно на роль демиурга мы же с вами начали сегодняшнюю нашу встречу как раз именно с этого с того что тренды двадцать четвертого года можно объединить общим названием художник тире демиург а вот теперь я бы хотел продемонстрировать вам портрет портрет джузеппе де рибера известный художник эпохи барокко работа называется все человек 1644 года 17 век где я ее выкопал эту работу в галерее синебрюхова в хельсинки вообще вы знаете прекрасно что я всегда ругал галерею синебрюхова полагая ее скверным музеем точку зрения свою после 15 лет отсутствия там я этим летом не изменил я также отношусь к ней как весьма скверной галереи но что называется навозную кучу разгребаю кое-какие жемчужные зерна в ней все-таки обнаружились и среди этих жемчужных зерен я публикую кстати эти зерна у себя на телеграм-канале напоминаю вам что на него можно подписаться вот по этой core ссылки подписывайтесь а если вы на ю тубе ставьте лайки пишите комменты вот и возвращаемся к этому портрету джузеппе де риберре все человек но вы помните обстоятельства я вам не буду это все пересказывать давайте посмотрим на самого христа красавец мужчина правильные черты лица интеллигентен и вместе с тем суров и вместе с тем свят в общем во всех смыслах кто совершенно верно аполлон бельведерский ну или не бельведерский в любом случае аполлон ну или альтернативно дионис который тоже был юн прекрасен правильные черты лица великолепная фигура могучий темперамент проницательный взгляд и для грека античного периода без сомнения святость хотя дионис это же вакх это же так сказать вакханалии это же дионисийские таинства это же дионисийские мистерии это же так сказать ничем не ограничиваемая ничем не ограничиваемая эманация чувств человека это уж так сказать в литературной форме попросту безудержный разврат потому что бог дионис в том числе и бог разврат вот но неважно и аполлон и дионис суть прекрасные боги и человечество на протяжении веков просто веков не могло от этого штампа освободиться ну раз он бог ну так значит он должен быть прекрасен и вот тут я позволю себе чуть-чуть поморализаторствовать я может быть скажу сейчас кощунственные на ваш взгляд вещи но дослушайте вы поймете что я имею в виду на чем зиждется христианская вера точнее на чем основываются доказательства церковников истинности христианского вероучения православного прежде всего так это на трех вещах нанетление мощей мироточении икон и насхождение благодатного огня так вот все три позиции очень легко подделать не тление мощей но так это случается и без всякой святости если на протяжении жизни человек соблюдал определенную диету и захоронен в определенном месте с определенным составом почв мироточение икон икон подделывается петр первые руки рубил за это дело а что касается благодатного огня то ну вы можете прочесть энное количество статей разоблачающих этот фокус все это в конечном счете не имеет ни малейшего значения для нас с вами почему потому что доказательством если уж нам так нужны доказательства я человек не верующий но при этом я понимаю что реально реальным доказательством истинности христианства является не вот эти три фокуса перечисленных мною а то что прозвучало в той среде в том месте и что было совершенно невероятно возлюби ближнего своего как я возлюбил вас вот это беспрецедентно вот это беспрецедентно все все прочее имеет первоисточники гораздо более старые чем само христианство а вот это беспрецедентно и вот это если бы я был верующим для меня было бы абсолютным доказательством истинности христианство но к чему я вам все это говорю есть еще одно дополнительное доказательство которого нет в четвероевангелие а которые вместе с тем очень важно христос не мог в принципе не мог быть прекрасным как аполлон потому что это противоречивало бы самой идеи он должен был быть уродлив мал ростом кривонок и на лицо некрасив он не был таким как на этом портрете а каким вот это еще один тренд входящий в группу которую я обозначил как рефлексия древности это тренд когда художники изображают христа не красавцем аполлоном слэш дионисом а таким каким он скорее всего и был на самом деле ну вот ему руки и развязали сегодняшние художники и это на мой взгляд абсолютно правильно вот этот образ который уже просто застыл закостенел и на мой взгляд картина реберы в данном случае является квинтэссенцией вот этой самой застылости вот его пора пересмотреть в данном случае я склонен к такому художественному художественно историческому ревизионизму но я думаю что вы со мной в этом отношении согласитесь ну вот дорогие друзья это и были художественные тренды 2024 года основные те тренды которые я выделил сам для себя путешествуя по миру и по галереям если у вас есть вопросы то пожалуйста задавайте ибо на экране последняя заставка это заставка записи это заставка прошу прощения ответов на вопросы я просто боковым зрением посмотрел на сообщение от марины олегнович запись которая на протяжении уже ни одного года блюдет меня в этом отношении чтобы я не забывал включать запись и за что я и безмерно благодарен вот поэтому так комически оговорился пожалуйста вопросы а если этих вопросов нет то тогда мы с вами расстаемся напоминаю только что уже скоро заканчивается акция я буду рад видеть вас на курсе по современному искусству где все вместе мы будем упражняться в использовании искусственного интеллекта при выполнении домашних заданий кстати сообщаю что в этом случае они оцениваются по максимальному баллу дмитрий яицков задал вопрос из какого фильма фрагмент понятно что это мастеризм и маргарита это из последнего фильма михаила лакшина еще вопросы пожалуйста замечательный совершенно эпизод он в первой трети фильма и он сразу что называется ударил мне по глазам потому что вот мне захотелось я естественно валялся на диване с макбуком на пузе вот и смотрел этот фильм и мне захотелось вскочить вот и прокричать эврика вот я наконец-то увидел то к чему всегда внутренне стремился почему потому что вот эта мысль возлюби ближнего своего как я возлюбил вас ну или это в интерпретации иоанна да это из евангелия от иоанна а если мы возьмем евангелие от матфея то там будет возлюби ближнего своего как самого себя суть дела от этого не меняется в конечном счете хотя нет ну в общем то как я возлюбил вас меняет несколько делами но для нас с вами не это важно важно формулировка нравственного закона она не может исходить от аполлона не может вот в этом можно не сомневаться он должен был быть уродлив вот так она в конечном счете и получается в искусстве сейчас модно этника в искусстве можно ли назвать этот трендом как будет развиваться если я знал как это будет развиваться наверное был бы очень богат человеком трендом да но на мой взгляд не основным еще вопросы пожалуйста еще вопросы смелее дорогие друзья ну что ж вопросов я больше не вижу тогда всего вам самого наилучшего и до встречи на курсах по искусству в школе профайл пока пока и счастливо